Субтитры сделал DimaTorzok На пару недель я уверен, что вы не поменяете своего мнения, но и соответственно не пожалеете о том, что вы сделали. Итак, друзья, сегодня делаем абсолютно честный обзор в стиле моего канала на WZ-111-5A. Данную машину выставили на продажу в составе набора и в голом состоянии. Первое, что меня очень сильно улыбнуло, так это то, что мне выпало индивидуальное предложение, которое будет длиться всего лишь 3 дня на WZ-111-5A Змей в составе набора за 25 тысяч золота. Они прям говорят мне, они шепчут мне в ухо, ГСН, торопись, быстрее, быстрее покупай себе данный набор, потому что можешь не успеть, у тебя есть всего лишь 3 дня и отсчет времени в обратном порядке уже давно запущен. Но если вдруг ты не успеешь за 3 дня это сделать, то так уж и быть только, потому что мы очень сильно тебя любим и уважаем, мы даем тебе возможность еще в течение 10 дней приобрести этот же набор за 25 тысяч. Я лично прикола не понял абсолютно. Зачем давать индивидуальное предложение тогда, когда это предложение будет дольше лежать в магазине целых 2 недели? Ну ладно, окей, хорошо, проехали. Возможно где-то кто-то что-то там пропустил, не то нажал. Я не особо цепляюсь, но сама ситуация, как мне кажется, немножечко комедийна. Что касается самого набора. Целых 25 тысяч золота за набор, который я лично считаю, ну, таким себе. Во-первых, сама машина далеко не то, зачем стоит гоняться в этой игре. На 10 уровне, пускай порой и дороже, но можно приобрести себе более годные машины, а иногда можно купить и дешевле в составе более годных наборов. Короче говоря, тачка далеко не самый большой фонтан, который на 10 уровне существует среди тяжей. А их, кстати, на 10 уровне ровно 10 штук. 10 машин, 1 премиумная и 9 коллекционок. Но это так, чисто для справки. Что положили? Легендарный внешний вид, который на сегодняшний день, безусловно, является морально устаревшим. Ничего интересного, ничего симпатичного. Какой-то развивающийся дракон, в котором... Или змея, что это у нас такое? Скорее всего, дракон, в котором очень сложно найти голову. А, вот она. Пожалуйста. Ну вот, в принципе, и все. Вот так вот он выглядит и в глаза абсолютно не бросается. Поэтому особого впечатления лично на меня не производит. Курицу вот эту драную я даже обсуждать не буду, она уже под надоелом. Что касается X5, в количестве 50 штук, ребят, то здесь отметить стоит, что действительно сможете толково реализовать. Целых 50 сертификатов X5 помогут вам существенно раскачать ваш элитный опыт экипажа. Ну и, соответственно, облегчить вам игру на всех машинах в вашем ангаре. Ну и даже на ВЗ, господи, 111.5А, давайте просто ВАЗой будем ее называть, вы даже если будете, ну, не сильно хорошими результатами выходить из боя, то просто количеством побед, в количестве 50 штук, доберете то, что на более толковых машинах можно сделать за 25 сертификатов. Короче говоря, в любом случае выгодно. Здесь цепляться не буду. Что касается открытого всего оборудования, ну, я бы сказал, существенно поможет сэкономить серебро в районе 4-4,5 миллионов, если я правильно помню, на 10 уровне все оборудование стоит. Но, все-таки, не за это набор мы покупаем, мы в основном хотим получить себе годную машину. Есть еще вот такой интересный приказик, он будет не на 10 дней, как обычно, а на 7 дней. Соответственно, вам необходимо будет делать уже не 5 побед, а больше в течение каждого дня, для того, чтобы сделать этот приказ, закрыть его и получить себе целых 5 мистических контейнеров. Глядишь, если оттуда что-то толковое выпадет, то тогда набор действительно окупится. Ну, а так, ребят, давайте будем тестить саму машину. Что касается голого состояния, то за 20-ку ВЗ-111.5А я уже однозначно не рекомендую. Он не стоит этих денег. Его реальная цена в базарный день, по моему скромному мнению, 1016. Ну, просто потому, что машина вообще не блещет абсолютно ни в чем. Никакого интересного геймплея она не предоставит. Ну, и я бы не сказал, что на ней можно действительно круто фаниться. Если вы хотите круто пофаниться, то лучше купите себе, я не знаю, там, того же сам супер коня. Или, не знаю, в идеале, конечно, возьмите себе клинка. Да, машина не сильно подвижная, но упрямая и, поверьте, мне дает крутые результаты. Короче говоря, ВЗ-111.5А не сильно крутая тачка. И в подтверждение тому я вам потом приведу информацию из сравнительной таблицы по сравнению с другими машинами, как себя тачка показывает. Что касается брони. Здесь броня, безусловно, есть. То есть говорить о том, что это картон, я не буду. Здесь хорошая приведенная броня. Вот здесь, здесь неплохо заблонирован нижний бронелист, но все-таки пробивать его будут. И он так расположен, что в целом, я бы сказал, не составляет сложности его выцелить. Особенно, если вы куда-нибудь над горочку вот так вот приподнимаетесь. То, если глупости хватит и покажете нижний бронелист, пробивают сюда, ну, прям по красоте. Но это проблема всех тяжелых танков в нашей игре. Не знаю ни одной машины, у которой нижний бронелист круто забронирован. Что касается угла склонения орудия вниз. Ну, нормально, нормально опускается вниз, не идеально, но в целом неплохо. И от башни действительно очень классно отыгрывать, потому что в башне броня есть. К этому цепляться особо не буду. Но супер уникального, опять-таки, в этой машине ничего нет. Безусловно, сравнивая с другими тачками на 10 уровне, брони у него побольше. Но все-таки ее необходимо уметь использовать, потому что вот этот вот нос такой полущучий, я бы назвал его так, он, когда поворачиваешься, становится более серым, ну и, соответственно, сюда пробивают. Поэтому ромбом играть на данной машине надо тоже уметь. Что касается сравнения с другими машинами. Ну, во-первых, вернемся к той теме, которую я только что поднял, по поводу интереса и популярности данной машины. Обратите внимание, всего лишь 600 игроков за последнее время катали данную машину. И это существенно, существенно меньше по сравнению со многими другими. Даже Объект 260, который в свое время пас задних, теперь, ну, более популярная машина, нежели эта. Что касается всего остального, что можно сказать по машинам, то здесь, ребят, стоит обратить внимание на ДПМ, который является абсолютно средним показателем по уровню. Он не блещет, но в то же самое время и не меркнет по сравнению с другими машинами. Я бы не сказал, что эта машина прям какая-то уникальная. Она просто по-другому сбалансирована. У нее 260 пробития, что действительно очень круто на уровне и входит в тройку лидеров. При этом все, у нее довольно-таки неплохая альфа в 440, которая не заталкивает за пояс многих, но я бы сказал, что некоторых, безусловно, опережает. При этом, понятное дело, время перезарядки дольше, 9 секунд, ребят, и это существенная разница по сравнению с, допустим, той же самой пираней или с тем же самым супер конем, да и с многими другими машинами на уровне. Про стерву я вообще молчу. Что касается сведения. Ну, не вашим, не нашим. Короче говоря, ребят, она во всем и не к тем, и не к тем. Она что-то среднее между теми машинами, которые есть на девятом, господи, на десятом уровне. И при этом я не могу сказать, что она является какой-то великолепной, и в то же время она не на уровне Плинтуса. Короче говоря, просто нормально сбалансированная машина. Я думаю, что еще стоит отметить такой момент, как балансные правки, которые вносились в эту машину с введением обновления 10.3, а именно, по данной машине было следующее. Ей снизили разовый урон, разброс увеличили, снижено время сведения, снижено время перезарядки, улучшена проходимость по грунтам, увеличена мощность двигателя, увеличена скорость поворота, и, соответственно, машина на месте вращается лучше. Ну и есть еще в отношении бронирования там изменения, в отношении расположения брони и толщины в некоторых местах. К чему это все в реальности привело? На сегодняшний день машина обладает следующим орудием. 260 пробития на десятом уровне в целом нормально и окей. Я не думаю, что имеет смысл заряжать калиброванные снаряды. Что касается среднего урона, 440, и опять-таки, в целом, как я говорил, альфа довольно-таки неплохая. Угол склонения орудия вниз, минус 7, при этом ДПМ неполных 3000. Время сведения и разброс сейчас будем тестить непосредственно в бою. По большому счету, хоть сильно-сильно страшно звучали изменения по данной машине, но я бы не сказал, что она прям совсем как-то там преобразилась. Какой она была, такой и осталось. Ну что, поехали, попытаемся затестить машину в реальном бою. Итак, друзья, помчались. С места машина срывается вполне себе бодро и, как для тяжелого танка, с его размерами и уровнем бронированности, передвигается по карте очень даже приятно. Здесь у меня нарицаний абсолютно никаких нет. Что касается маневренности. Да, понятное дело, хотелось бы немножко получше, но не могу сказать, что прям совсем скудно. Скудно. Так, отходим назад и смотрим, куда меня пробивают. Как вы видите, то, что я говорил, что если ты становишься ромбом, то тебя сразу шьют в правую там, либо в левую сторону бронелиста переднего. О, господи, переднего, верхнего. Теперь я не увидел в башне, есть отверстие или нет. По-моему, в башню не пробивали, по-моему, прилетело мне в корпус спереди. Наверное, стоит нам отсюда отваливать, потому что особо счастья мы тут не сыщем. По точности, по времени сведения. Ну, вот так вот. При полном сведении, ребят, при вроде бы неплохих цифрах по сведению, все-таки долговато сведение происходит. Ну, а что касается точности, то она однозначно оставляет желать лучшего. На одних вертухах, которые, кстати, машина может забрасывать, ты далеко не уедешь. Все, поиграли, ребят. Вот так вот получилось. Вот он нижний бронелист с двумя отверстиями, вот он верхний бронелист с отверстием в левой стороне, с отверстием в правой стороне. Вот что касается бортины. Ну, бортины не трогаем, понятное дело, что борта у наших машин в игре, шьются у всех, и нет идеальных машин с хорошо забронированными бортами. Но все-таки с мордой лица расшибают данную машину просто-таки на ура. Досматриваем бой, берем машину и заезжаем в еще один. Мало ли, может я как-то прям совсем косо сыграл на нем. Итак, друзья, поражением даже не буду особо смотреть на результаты боя, потому что понимаю, что смотреть не на что. Берем просто машинку и еще раз попытаемся ее реализовать. Так, поехали. Я больше чем уверен, что среди зрителей данного видео обязательно найдется несколько человек, которые имеют данную машину у себя в ангаре и, соответственно, возможно, напишут мне по поводу того, что я не умею просто на ней играть, а у него это получается гораздо лучше. И будут комментарии, подобные тем, которые звучали под многими видео, в которых я говорил, что машина, ну, прямо скажем, недостойна внимания. Мне, как правило, пишут что-то типа «А у меня есть, и я на нем постоянно играю, нормально фармлю, обалденная тачка, хорошо забронирована» и так далее. По поводу данной машины, ребят, упреждая ваши комментарии, я не против, чтобы вы их писали. Это ваше право, и вы должны это делать, потому что зрители должны основывать свою позицию и принимаемое решение в отношении покупать или нет, не только на основании моего мнения или того, что они видят на экране. Они еще и читают ваши комментарии. Поэтому, если вам есть, что возразить, если вам есть, что написать по данной машине, обязательно пишите в комментах. Но только укажите, пожалуйста, какие еще коллекционные машины 10 уровня, тяжелые танки или, возможно, премиумный Чифтейн, у вас есть в ангаре. Напишите честно, что, имея вот такой вот ряд коллекционок и премиумную машину, или премиумную машину без коллекционок, я выезжаю на бой именно в этой красоте, а не беру с собой в напарнике какую-то другую коллекционку. Это будет более честно, потому что если у вас в ангаре стоит только этот коллекционный танк 10 уровня, и вы на нем играете, и у вас все получается, то история выходит приблизительно как в 12 стульях. Если кто читал, то вы поймете, о чем я, а если не читали, то обязательно прочитайте, потому что книга действительно достойна внимания. Так вот там Остап Бендер спрашивал у дворника по поводу того, а есть ли в городе невесты? На что дворник ему ответил, а кому и кобыла невеста? Я к чему говорю, ребят? Я говорю к тому, что если у вас в ангаре есть только эта машина, и вам не с чем сравнивать, то понятное дело, что для вас, играя на 10 уровне, исключительно на данной тачке, машина кажется довольно-таки неплохой. А вот если вы имеете возможность сравнить с чем-нибудь другим, с какой-нибудь другой машиной 10 уровня, тогда разговор совсем иной будет. Ну что, давайте, давайте попытаемся куда-то что-то как-то подъехать. Так, ИС. Голда мне в помощь по одной простой причине, потому что пробить его базовым снарядом, понятное дело, не получится. Еще один ИС едет на меня. Выцелю его, нет. Да, все-таки приведенка ИСа взяла свое. Мне не хватило там буквально големы какой-то. Ну и понятное дело, меня сейчас окружают, и будут потихоньку выносить. Давайте встретим этого товарища уроном. Сдаваться не собираюсь. Понимаю, что в принципе бой проигрышный, но ГСН никогда не сдается, чего и вам желаю. Никогда не поднимайте орудие вверх и сражайтесь до последнего. В этом и есть честь и доблесть. Ну, короче говоря, ребят, пробивают, прошивают, мама не горюй, время перезарядки вроде бы и приемлемое, но тычки в ответ ты не особо-то успеваешь давать. Короче говоря, веселого, прям и интересного в этой машине нет абсолютно ничего. И играется она так постоянно. И стоит отметить, что заезжая в бой, поверьте мне, никто не будет особо обращать внимание на то, что вы есть в списке. И если вы будете заезжать в бой на каких-нибудь других десятках, вот они, возможно, будут производить впечатление гораздо больше. Когда я захожу в бой и вижу, что против меня будет играть ВЗ, мне вообще по барабану. Когда я захожу в бой и против меня заходит клинок, я понимаю, что бой будет не сильно простым. И придется немножечко посильнее попотеть и немножко посильнее поработать над тем, чтобы команда все-таки одержала победу. Что касается результативности. 2000 с копейками урона. Я не могу сказать, что данная машина не может вывозить больше. Безусловно, может. Возможно, вам повезет сделать на 2 или на 3 точных выстрела больше. Но, опять-таки, напоминаю по поводу того, что особой точностью орудие не обладает даже при полном сведении. И, по-моему, вы это видели. Да, несколько раз я самостоятельно косанул, но в то же время, ребят, были моменты, когда косило именно орудие, а не мой глаз. Вот такой вот он WZ-111-5A. И я не могу рекомендовать вам приобретать данную машину за те ценники, за которые выставили машину на продажу. Если бы он был там, не знаю, на каком-нибудь новогоднем аукционе и цена снизилась там, не знаю, тысяч до 16 или 15,5 в голом состоянии, то чисто в коллекцию и по приколу периодически выехать, возможно, и стоило бы там присмотреться к этой машине. Но с учетом того, что данную машину продают за те же самые ценники, за которые продают Супер Коня, за которые продают Объекта 260, который, безусловно, интереснее играется, потому что там совсем другой геймплей. За эти же деньги вы можете купить себе Клинка, которого я считаю самой лучшей десяткой из коллекционок на 10 уровне. И та же самая Пирания, которая играется как средний танк, но имеет возможность предоставить вам фан, веселье и большое количество урона, которое вы можете наносить, то за эту же сумму приобретать WZ-111-5A затея неблагодарная. Лучше приберегите голду для чего-нибудь более годного или уже в магазине покупайте что-то более интересное. Но навряд ли имеет смысл вестись именно на эту машину. Вот такое мое честное мнение. Если вы за честность на канале, если вы за честное мнение по поводу всего, что есть в игре, прямо сейчас подписывайтесь на канал, потому что нам с вами однозначно по пути, а я ни в коем случае никогда вам не порекомендую ничего из того, что может потенциально вас расстроить. Хотя многие пишут в комментариях, что ГСН продался и только то и дело, что хвалит разработчиков. Когда есть, что возразить, я всегда возражаю и никого не боюсь. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok